Привет всем любителям смешанных единоборств. Сегодня мы разберем прием треугольник. Момент, да, когда мы закрываем захват за спиной, да, в первую очередь насдача, это самое первое, это контролировать его голову. Если мы голову не будем контролировать, оппонент встанет вверх и здесь я уже ничего не смогу сделать. Тут он, в конце концов, мне захват разорвет и как бы я своими ногами спину будет тяжело, поэтому движение после того, как я закрыл ноги, сразу же стараться забрать его голову. Рука, скорее всего, будет здесь и будет ее в первое время очень сложно перевести туда-обратно, поэтому нужно поднять таз и с помощью этого движения сделать вот такой проброс. То есть, еще раз, я поднимаю таз и сделаю проброс. Вот сейчас я в душе не делаю, сейчас у меня ноги на спине. И в большинстве случаев это является ошибкой, почему до конца не доходят треугольник, потому что вот так вот я не душу, вот так у меня ноги на спине. Мне необходимо, чтобы моя нога находилась примерно на шее. Когда я перехватываю, да, и упираю ногу в бедро и контролирую еще голову рукой, эмоцию деться куда-то очень сложно на самом деле. То есть, как бы вот если он даже будет очень сильно вырываться, то эти два захвата, они дают мне очень большой контроль. То есть, что у меня здесь нога, что у меня здесь рука, для меня на самом деле без разницы. То есть, это один из контролев джиу-джитсу, это вот контроль. Главное, чтобы моя рука была держаться между бедрами. Даже если я отпущу одну ногу, одну руку, да, видите, ему встать достаточно здесь тяжело. Вот. Но и при этом даже понимаешь, что я делаю движение немедленно, да, быстро. То есть, я встал, уперся и развернулся. То есть, я выхожу к нему прибликулярно. Затем я уже закрываю ногу и все, здесь уже у меня захват достаточно плотный. Здесь уже никуда не денется. Я спокойно уже буду надавливать и доделать болевое удушение. Другое движение, да, если, допустим, бывает такое, что оппонент защищается тем, что убирает эту руку за ногу, назад. Да, и в таком случае я уже умею перевести ее сложно сюда за бедро к себе. И треугольник сделал достаточно как бы проблематично, потому что давления на шею необходимого нет. И тут у меня шея как бы открыта, да. Что можно сделать из этого положения? Из этого положения можно сделать следующее. Можно ручки свои загадить за ногами, а ноги вытянут вверх. И получается как бы ущемление шеи. Вот такое, да. То есть тут у него идет за счет того, что у меня ноги сжимаются. Одна нога давит на плечо, давит ему на шею. А вторая моя нога давит ему с другой стороны на шею. И еще добавляется дополнительная сила руками. То есть я руки, ноги упрямляю вверх. То есть не стараюсь их сжать, да, к себе. А упрямляю вверх и получается ущемление неприятное на шею двух сторон. То есть вот человек защищается, да. Мне его руку уже никак не убрать. Я перехожу ближе и делаю вот такое движение ущемление. Какой еще момент, да, во время выполнения этих приемов? В треугольник, да, особенно на выполнении различных этапов, да, уже начиная вот на этом этапе, уже начиная на этом этапе, да, у вас должна быть вот в этих движениях, во всех потность. Если у вас здесь будет очень много места, да, и ноги будут закрыты вот так, то у соперника будет возможность выйти или сделать какое-то движение, вывернуть. То есть здесь нужно везде попытаться так сделать, чтобы плотность захвата всех была максимальной. То есть, к примеру, вот такие моменты основные там в первом захвате, да, что у вас это сгиб колена, он был на плече, да, и плотно эта голень прижималась именно к спине, и вторая нога помогала ей, да, то есть вот уже на этом этапе, даже если я буду сильно сжимать, несмотря на то, что движения нету, оппонент уже здесь дискомфортно, он не должен себя чувствовать в этих захватах комфортно и спокойно. Дальше, да, начинаю поджимать его голову тоже, это не просто там я держу, да, голову, плотно, ему уже должно быть дискомфортно. Я поднимаю, я не просто, да, как бы делал движение, я прижимаю ему прямо к лицу, да, то есть как бы движение стараюсь прямо прижать и опускать. То есть здесь везде плотность, и когда я беру, отпускаю ногу, беру второй рукой голень, это не просто движение такое, что я держу и все расслаблено. Тут движение, я прижимаю ногу плотно к спине и второй рукой помогаю себе, то есть даже вот если я отпущу свою руку и свою ногу, в этом положении я должен его удерживать какое-то время. Конечно, так я не смогу удерживать его там весь раунд, он в конце концов выпутывается, да, но какое-то время, там несколько секунд, пока он будет выпутываться, они у меня должны быть для того, чтобы сделать ему дальнейший прием треугольник. И также треугольник, если мы взялись, мы держим ногами плотно, то есть сжимаем ноги и вот так, и вниз, еще помогаем руками, то есть и тазом еще вверх, то есть все вместе, во всех направлениях стараемся сжать. То есть это расстояние между ногами максимально уменьшить. Тарас, все покайфаешься. Все ради... Ради пиара. Все ради пиара. Водикого искусства кино. Подписывайтесь на Блатен Свит. Свит. Блатен Свит. Кровь сладкая. Нет, не сладкая. Свит — это бот. Кровь под. Тарас, ты жай, ты жай. Я сказал, если сказать Свит, то она будет сладкая. А Свит — это под. Если скажешь Blood and Sweat, это будет кровь и сладость, а не сладкая кровь. Ну на этом все, подписывайтесь на канал Blood and Sweat. Ждем вас в следующий раз в нашей студии до новой техники. Из чего? Имени Горького. Что такое имени Горького? Сладкая студия имени Горького. Часто применяем удар коленом в боях, это именно работа в твинче. Здесь у нас какая есть опасность. Субтитры сделал DimaTorzok